Мы слегка сейчас абстрагируемся от политики, перейдем к экономике, хотя, вот как сказал Сергей Ларов, видимо невозможно это сделать до конца, и поэтому вот в экономическом, я буду так называть, блоке, все равно у нас будут сквозить и вопросы Украины и Крыма. У нас в студии Аррат Хаят сейчас первый заместитель гендиректора Норильского Никеля Павел Федоров. Павел Сергеевич, добрый вечер, я благодарю вас за то, что вы согласились принять участие в этом эфире. Ну и поговорим о российской экономике в целом, затрагивая, конечно, и Крым, и внешнюю ситуацию. Итак, условия глобальной нестабильности. Как можно не допустить падение ВВП страны в отрицательную зону? Где искать драйверы? Спасибо большое за вопрос. Но, конечно, вопрос нетривиальный, потому что глобальная нестабильность действительно есть. Она касается, наверное, в большой степени, в том числе и отрасли, в которой мы работаем, металлургии, потому что, понятным образом, конкуренция двигается вперед. То, что, видите, происходит на рынке Китая, на рынках Индонезии, конечно, не помогает. Крайне нестабильная ценовая среда на наши ключевые металлы. Поэтому, понятным образом, в этих условиях необходимо ориентироваться на внутренние источники роста, на поиск тех возможностей, которые у нас есть, и пытаться масштабировать бизнес-модели, которые доказали свою состоятельность. Ну, в частности, если говорить о норильском никеле, у нас действительно есть хорошая качественная ресурсная база, есть потенциал масштабировать те проекты, которые мы уже делаем успешно, которые востребованы на глобальном рынке с точки зрения продукции. Поэтому, конечно, ключевой вопрос – это стимулирование инвестиций в уже доказавшие себя бизнес-модели. Наверное, таким будет наш рецепт. – Скажите, а внешние санкции, введенные против России со стороны ЕС и Америки, как-то сказались на деятельности норильского никеля? – Кстати, мы продолжаем работать. Очень сложно говорить об эффекте санкций, потому что, как мы все понимаем, ситуация развивается, она, так сказать, остается крайне предсказуемой, во многом нелогичной. Поэтому для нас, конечно, достаточно сложно что-либо прогнозировать, кроме того, как мы должны сфокусироваться на том, что мы делаем лучше всего, продолжать работать, продолжать инвестировать, находить новые источники роста внутри компании. Как я уже обозначил, у нас действительно есть потенциал осуществления новых масштабных инвестиций. Мы верим в то, что Таймыр в качестве примера является действительно уникальной провинцией мирового класса. Как вы знаете, было поручение президента Российской Федерации еще в декабре прошлого года обозначить механизмы запуска работы так называемых территорий, приезжающего развития. И в этом плане Таймыр является крайне показательным примером. Чьи инвестиции там преобладали? Инвестиции, если говорить о полуостре Таймыр, то это, безусловно, инвестиции норильского никеля. Но, как бы сказать, там в равной степени действуют другие нейтропользователи. В последнее время, как вы знаете, там были запущены масштабные проекты, такие как Ванкор в непосредственной близости, активно работает компания Роснефть, целый ряд других нейтропользователей. Поэтому мы видим большой потенциал в том, чтобы масштабировать существующие проекты, стимулируя новые инвестиции именно в регионы недоизученности, в большом масштабе. Пал Сергеевич, ну вот коротко, если можно, сформулируйте. Вот вы вкладываете, да, вы инвестируете и в основное производство, и в Моногород, и вот в полуостров Таймыр. Вот что нужно, чтобы бизнес активнее вкладывал у нас в целом, в общем и целом? Знаете, рецепт достаточно простой. Он базируется на достаточно, опять же, тривиальной экономической логике. У нас, к сожалению, налоговая система сегодня имеет большую составляющую, которая фиксирована, не зависит от финансово-экономического результата. В результате бизнес, инвестируя уже на входе в любой проект, несет достаточно большие фиксированные затраты. Это касается и налога на имущество, это касается и налога на землю, это касается и НДПИ, это касается целого ряда страховых износов. Те показатели финансовой системы, которые не ориентированы на финансовый результат, они существенно повышают риск любого инвестора. Поэтому, на мой взгляд, самым важным инструментом здесь было бы создание стимулирующего механизма, который помогал бы государству по факту становиться партнером бизнесу в реализации любых проектов. Например, таким инструментом может быть повышающий коэффициент к новым инвестициям. Другие инструменты, которые успешно себя показали в других эпидемиях. Пасад Ильич, я благодарю вас за участие и всегда рада вас видеть в будущем. Я напоминаю, что в студии Аррат Хаят был заместитель гендиректора Норильского нигеля Павел Федоров.